Я председатель Донского исторического общества Ленивого Дмитрия Геннадьевича. Сегодня я хотел бы обратиться к тем, кто неравнодушен к науке истории. Несмотря на имеющиеся с 90-х годов труды по истории, а в частности о казаках, об их быте, традициях, местах проживания, так и их появлении в Донском крае, ни один из них не может претендовать на роль комплексного, в том числе обобщающего исследования. В большей степени эти все труды характеризуются описательным подходом в освещении исторических событий о народе казак. А самое главное – это отсутствие научного осмысления, накопленного фактического материала учеными в разное время, так и его просто по простому игнорированию. В трудах по казаковедению из работ в работы кочуют не только весьма существенные исторические и исторографические ошибки – это как мифические даты, хронологии и тому подобное, но и зачастую плагиат. А ведь на конференции, которая проходила 24 декабря 2014 года «Казаки на защите России и православия» в городе Москве в Храме Христа Спасителя, где в мероприятии принимали участие более 300 участников, конференции на этой заключили, что история о казаках необъективна и поэтому необходимо писать все заново. Но почему-то до сих пор никто заново, как говорится, как в 2014 году решили, так и не собирается ничего делать. Вот сегодня мне хотелось бы, многие, наверное, знают, что проходила перепись в 2002 году. Вот давайте посмотрим, какой подход был к этой переписи. Небезызвестный директор исторических наук, профессор В.А. Тишков, отвечая Государственный комитет российской статистики, говорит, «Однако большинство специалистов Иран считает нецелесообразным». Послушайте, слово «считает» — это мнение, это не факт. Подтверждение тому мы видим точно так же от Колесникова, ста секретаря заместителя председателя «Ответ», который также высказывает, по мнению российских этнологов казаки составляют сословную группу. То есть, подходя к переписи, у нас имеется только мнение. Мы видим, что и Министерство образования науки Российской Федерации, отвечая, пишет, «История этнокультурная специфика российского казачества относится к числу наиболее ярких и впорных тем в отечественной исторической науке. Связано это и с особой самобытностью казачьей культуры, и с нерешенностью проблемы происхождения казаков, и с наличием многих белых пятен в их истории». То есть, они подтверждают, что о казаках ничего вообще не известно. И вот на вот таком мнении, неизвестности, в 2002 году была проведена перепись, и казаков записали, как сословия или какие-то дополнительные списки, но не как народ. Почему-то была проигнорирована свое время. Кстати, мы же видели здесь письмо с Госкомстата Колесникова, который нам ответил по мнению российских этнологов, казаки составляют. У них существует архив в Госкомстате. Это бывшее Центрально-статистическое управление. Вот она всесоюзная перепись 17 декабря 1926 года. Всесоюзная перепись. И мы обнаруживаем, что во всесоюзной переписи народов СССР мы находим национальность казаки, по численности занимавшие третье место среди народов в РСФСР и четвертое по всему Союзу. Мы не только это видим, но мы видим, что уже национальность казак появилась и в Белоруссии, и в Закавказе, и в Украинской СССР. Вопрос, почему никто не видит. Почему никто не поднимает вопрос о странном постановлении Центрального исполнительного комитета КАС СССР, Совета народных комиссаров КАС СССР от 5 февраля 1936 года. Что в нем сказано? О русском произношении и письменном обозначении слова «казак». Президиум Центрального исполнительного комитета Советов и Совет народных комиссаров Казакской АС ССР я не оговорился, не казахской, а казахской. Первое. Для более правильного произношения на русском языке слова «казак» и в соответствии с казакским произношением этого слова, производных от него последнюю букву «к» в русском произношении и письменном обозначении слова «казак» заменить буквой «х». В соответствии с этим писать не казак, а казах. Не Казахстан, а Казахстан. Второе. Предложить всем советским хозяйственным и общественным организациям точно руководствоваться данным постановлением. Зам. Председателя ЦИК КАС СССР Джигельдин, председатель СНК КАС Исаев, секретарь ЦИК КАС Джумбаев. Вот так появились у нас казахи. Вопрос. А почему же тогда всех не переименовали в казахи, а только на территории нынешнего Казахстана? И назвали Казахстаном. И это становится ясно, когда появляется буквально после 5 февраля второе постановление от 20 апреля о снятии из казачества ограничений по службе в РКК. Учитывая преданность казачества, советской власти, а также стремление широких масс советского казачества, наравне со всеми трудящимися Советского Союза, активным образом включиться в дело обороны страны, ЦИК СССР постановляет отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах работе крестьянской Красной Армии, кроме лишенных прав по суду, председатель ЦИК Калинин, исполняющий обязанности секретарь ЦИК СССР Уиншлифт. И нам все становится ясно. Конечно же, казахской АССР решили не призывать казаков, и поэтому вынуждены были в срочном порядке их переименовать казахи. Для того, так оно и было. А находящихся казаков, так сказать, на европейской части территории, то есть на Дону, например, на Кубани, призвать с них в армию. Да по-косему мы узнаем, о чем многие не знают, что казаков до 1936 года в РККА в армию не брали и не призывали. Какие еще могли быть ограничения? Это мы можем увидеть из поселенных итогов переписи 1926 года по северо-кавказскому краю, где также уже у нас есть национальность казах. Но везде, где существуют народы, кстати, хотим мы обратить внимание, что в 1926 году национальности русских еще нет, она написана как «Великоросс», то у других национальностей народов имеются земельные наделы, а у казаков везде стоят прочерки. Вот это, наверное, и есть еще одно, так сказать, решение казаков. А чтобы понять, что действительно в 1926 году произошло, мы обнаружили подписанное Микояном телеграммом, посланное телеграммом о включении в личную статкарточку отметки казаков Микояна, предложить президиуму ЦИК СССР завтра же рассмотреть вопрос о возбуждении в северо-кавказском крае ходатайства о включении в личную статкарточку предстоящей переписи отметки казах. То есть, в 1926 году, когда собрались переписывать на 17 декабря, а 16 декабря пришла телеграмма Микояна, 17 декабря только начали рассматривать о внесении в статкарту, становится ясно, что перепись была практически сорвана. Она была перенесена явно на начало, так похоже, 1927 года. Это первое. Ну и самое главное. Прекрасно, скорее всего, здесь на Дону произошло, из самых таких сильных, в северо-кавказском, я имею в виду, крае, произошло важное событие, что казаки, скорее всего, отказались переписываться и называть себя великороссами. Поэтому Микоян и вынужден был послать ЦИК вот такую телеграмму. Помимо этого, у нас есть источники о том, что это после того, когда он посылал еще два раза в ЦСУ, Центральное статистическое управление о том, чтобы казаков унесли как народность. Но ему отказывали. Подтверждение этому же, что была народность казак, мы можем узнать из того, что в нынешний момент полностью изъяты все акты о рождении, акты, книги актов о рождении. В этих книгах-актах, которые вы можете увидеть на сайте Донского исторического общества, там мы видим национальность великоросс, мы видим там социальное положение наших родителей, или там дедов и бабок. Но помимо этого, там и написана национальность казак. На сегодняшний день эти все акты о рождении, книги о рождении, хранятся в областных ЗАГСах, архивах ЗАГСах. Доступа к этим документам нет. Перефотографировать их отказываются. И это понятно, по каким причинам. Потому что, выдавая бумагу, пишут, что якобы была национальность русский. Но национальности, например, русский в 1927 году, в 1928 году мы, к сожалению, не смогли установить, когда точно было принято и было сделано, было какое-либо постановление о том, чтобы появилась национальность русский, когда действительно переименовали великороссов русских. К сожалению, мы так и не смогли установить. В итоге всего, выше этого сказанного, мне хотелось бы сказать, что на сегодняшний день со всех высоких трибун, кто бы ни говорил, президент, Дмитрий Медведев, какие-то концепции созданы или еще, ничего совершенно не делается. И продолжается массовая фальсификация, что мы видим здесь у нас на Дону появление такой группы, как курганянцы, как их называют, которая фальсифицирует историю, но ни Министерство культуры Ростовской области, ни Минобразование Ростовской области даже, как говорится, ухом не прошевелили, что же здесь происходит и что людям здесь рассказывают. Надеюсь, что, дорогие читатели нашего Донского исторического общества и тех, кто действительно заинтересован в правде истории, вы обратите на это внимание и поддержите нас. Подпишись, ставь лайки, пиши комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте, помню, помню. Подписывайся на Казак Донспорт ТВ, ставь лайки, смотри наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok